Здравствуйте! В этом году именно осень отмечена несколькими событиями по вопросам арктических территорий. Северный Федеральный Арктический Университет методично собирает научное сообщество обсуждать проблемы Арктики. В Салихарде прошел третий международный форум «Арктика. Территория диалога». Мы все пристальнее смотрим в сторону зоны вечной мерзлоты. В центре этих вопросов Национальный парк «Русская Арктика». Его директор Роман Ершов сегодня гость программы «Такие дела». Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, Роман Викторович! Здравствуйте! Второй раз вы у нас в гостях. Я думаю, что и не последний, потому что есть что обсуждать. Вот вы только что вернулись с земли Франца и Иосифа, буквально несколько дней назад. Что, закончили свой полевой сезон, как вы говорите? Да, летал сам лично с проверкой, смотрел, как были выполнены работы в этом году. По сути дела, принимал работы и уже на основании этого решал, либо можно вывозить, либо нужно еще оставить, чтобы еще поработали. Так, каковы результаты этого сезона? Результаты этого сезона очень масштабные работы, конечно же, были выполнены. В этом году были выполнены и во всех направлениях деятельности парка. Работы просто колоссальны. Более подробно были выполнены и в научной сфере. Была определена совместная с американским географическим обществом экспедиция крупная. И туризм в этом году достаточно неплохо поработали. И в части ликвидации экологического ущерба в этом году вывезли более 12 тысяч тонн отходов. Есть территории, которые вы очистили 100%? Значит, практически очистили остров Земля Александры. В этом году, как завершающая стадия, там, как одна из завершающих стадий, там работали группа студентов Северно-Арктического федерального университета и стройотряда Архангельской области. И уже можно говорить о том, что надо на какую территорию равняться, как нужно делать. Точно так же были выполнены работы на территории новой земли, на территории мыса Живания. Практически под ключ. А вот студенты, кстати, вы как-то их обучали? Ну, что там студент может убрать? Ну, только то, что на поверхности, что вы видите. В первую очередь студентов все-таки обучали, и они проходили курсы определенные в САФУ, их готовили. Их учили на то, как там находиться, на этой территории. Потому что самое сложное там, ну, не то, чтобы выжить, а находиться. Как это морально, как это физически, вот, и как это по безопасности, потому что это достаточно опасная территория. Поэтому студенты, естественно, проходили все курсы обучения положенные. Я хочу сказать, что студенты справились, можно сказать, на отлично. — Оказали вам весьма ощутимую помощь. А я знаю, что вы туристов даже привлекаете к уборке территории. Ну, это просто ваше ноу-хау, да? — Туристов стараемся привлекать по мере возможности. Насколько это, насколько турист согласен. Естественно, когда турист прибывает на территорию и видит, как идет процесс, вот, он хочет в этом процессе поучаствовать. И по факту находится достаточное количество туристов, которые даже без какой-либо просьбы, они сами начинают подключаться, хоть и в минимальных объемах, но тем не менее вносить свои лепты в производство. — Это вы над кем ставили такой эксперимент, над какими иностранцами? Кто согласился? — Ну, так скажем, по иностранцам не могу вам сказать, кто именно был. Там был достаточно широкий состав. А по точкам — это работы, когда выполнялись на острове Гукера, на полярной станции. Там как раз параллельно велась высадка туристов, которые подключались к данным работам. — Ну, вообще интересная услуга, да, для предложения вот таких туристических. Ее можно ввести? — Ну, это сочетание туриста, волонтера, доброжелателя, который в себе познает не только красоты Арктики, но и познает ее проблемы. Вот. И внесет какую-то, и будет знать, что он внес, хоть и маленький, но свой вклад в решение проблем Арктики. — Да, и у тебя такой гордый, да? — Ну, конечно же. Тем более, что когда ему вручат грамоту о том, что он принимал участие, конечно же, туристам останется доволен. — Вот в этом году каков был туристический поток? Больше, меньше? — В этом году, по сравнению с прошлым годом, туристический поток немного сократился. Но это не значит, у нас все-таки арктические территории, они труднодоступны и, по сути дела, малопосещаемы. Поэтому у нас туристический поток, он, скажем, варьирует в пределах одной тысячи человек пока что. На сегодняшний момент. Я думаю, что в ближайшей перспективе где-то вот так вот оно и будет продолжаться. Значит, поэтому я считаю, что в этом туристический сезон завершился достаточно успешно. — А иностранцы едут больше? — Преимущественно иностранцы. — А почему же мы до сих пор в Арктику туристов возим не из Архангельска, а из Мурманска? — Ну, надо учитывать то, что основные все-таки туристические рейсы, особенно вот в этом году, они совершались на атомных ледоковах, которые непосредственно базируются в Мурманске. Это вовсе не значит, что порт Архангельска не может. У нас и в этом году было несколько судов, которые шли из Архангельска, через Архангельск шли дальше в Арктику. Они посещали и Белое море, и Советский архитектург, и Калгуев, и Вайгач, и дальше шли на новую землю, землю Франца Иосифа. Поэтому из Архангельска это точно так же возможно. — Возможно, но почему-то не делается. — Делается немножко в меньших масштабах. Я думаю, что это дело времени, дело туроператоров, дело судовой логистики и вообще наличия судов. У нас ведь в Архангельске приписанных пассажирских судов к порту города Архангельска их практически нет. — А вот, кстати, о туроператорах. Наши туроператоры Архангельские предлагают? — Наши туроператоры участвуют в процессе. Тот же самый Интурист. Они участвуют в процессе по организации данных туристических рейсов. — То есть вы взаимодействуете с ними, да? — Да. — Все ли территории рассматриваете вы как вашего парка, как объект для туристического посещения? Все задействованы? — Значит, у нас, ввиду того, что это все-таки особо охраняемая природная территория, существует функциональное зонирование. И часть территории выделена под регулируемый туризм. Она предназначена для посещения ее туристами. А часть территории является особо охранной и заповедной территорией, которая предназначена для сохранения природных и историко-культурных комплексов, в первую очередь. — Много островов, которые посещать может турист? — Достаточное количество. На сегодняшний момент на территории земли Франции Иосифа данное функциональное зонирование, но еще только будет разработано тогда, когда у нас будет расширена зона действий парка. — А вот я читала, что даже еще не могут определиться в количествах островов, которые входят в архипелаг земля Франции Иосифа. — Ну вот у нас в этом году, я думаю, что дойдет дело до завершения, потому что зашли гидрографы военные к нам, зафиксировали все-таки открытый еще в 80-х годах Дмитрию Федоровичу Кравченко пролив. И это можно говорить о том, что возможно, что появится у нас новый остров. — Открытие географическое, да? Сенсация? — Ну, по сути говоря, да. — Здорово в таких исторических моментах участвуете, да? — Бесспорно. — Расскажите о новом маршруте. Как-то мало, мне кажется, его мы пропагандировали. Порт Мурманск, парк Русская Арктика, Архангельск. Это что? — Вообще маршрут достаточно способен на его осуществление, на его реализацию. Как в прямом направлении, так и в обратном направлении. И, собственно говоря, уже в этом году, насколько я знаю, был маршрут туристический. Судно вышло из Архангельска, Белое море, Советский архипелаг, Русская Арктика, земля Франции Иосифа. И в Мурманске оно высадило туристов и пошло дальше. Поэтому эти маршруты, они, это не открытие, они достаточно отработаны. — Вообще, чтобы их в жизнь внедрить. — Они достаточно отработаны, и их реализация сейчас больше уже зависит от пожелания туристов и от намерений туроператора. — Мы немножечко подробнее остановимся на уборке Арктики. Вы уже сказали результаты этого сезона. Уборка, конечно, это все наше. Мы направляем все деньги, силы туда. — Потому что это экстренные, это первоочередные мероприятия. И это то, что мы должны сделать сегодня, и мы не можем эту работу отложить на завтра. И если мы ее отложим на завтра, то, к сожалению, может произойти катастрофа. Как в этом году мы предотвратили катастрофу, которая могла случиться на острове Грэмбелл. Ввиду существующего потепления сейчас климата, идет очень резкое сокращение на данном острове береговой линии. А склады с нефтепродуктами, которые были в советский период оставлены, они как раз располагаются в непосредственной близости к морю. И мы уже в прошлом году зафиксировали то, что береговая линия сокращалась, уже начала захватывать этот склад с нефтепродуктами. В этом году мы оперативно вышли Сомовым в сопровождении атомного ледокова. Зашли в ледовый причал, высадили оперативную группу, которые смогли еще зимой, по сути дела, выполнить основные работы по сбору и перемещению на безопасное расстояние всех нефтепродуктов, чтобы они не подверглись летом береговой эрозии и не подверглись милу. А у нас есть еще вот такие тоже опасные территории? На сегодняшний момент это была основная опасная точка, где действительно произошла бы экологическая катастрофа. Мы ее предотвратили, но остальные точки, они точно так же опасны, потому что там точно так же стоят бочки с нефтепродуктами, которые также текут, также подвержены береговой эрозии, и с которыми также мы планируем продолжить работу уже с следующего года. В мае, да, вы начинаете этот сезон и вот сразу туда? Май-июнь месяц. Да, направляете сразу туда усилия, самое главное. Ну, конечно, это самая, наверное, главная еще проблема, это сохранить баланс между промышленным освоением Арктики и сохранением биоразнообразия. Безусловно, для этого, собственно говоря, правительством Российской Федерации была создана особо охраняемая природная территория, потому что на данных земельных участках здесь запрещена любая хозяйственная деятельность. Хозяйственная деятельность? Что вы подразумеваете? Любая хозяйственная деятельность подразумевается как разведка, как добыча, как размещение, про полезные ископаемые, про отходы. Все это говорится о том, вот это любая хозяйственная деятельность, незаконное какое-то строительство. Это все называется хозяйственная деятельность, которая не связана с функционированием особо охраняемой природной территории. Ну, конечно, ваша забота — это парк, однако же Арктика большая, да, вы, конечно, за всю Арктику отвечать не можете, как правильно вы говорили, но, тем не менее, вот гринписовцы, в общем-то, ведь тоже озадачены вот этой вот проблемой, да, решили предпринять такие активные действия, но, однако же, вот всю их, эту компанию посчитали экстремистской. Ваше мнение? Ну, мое мнение такое, что любые активные действия, они будут правильными, если не будут в рамках все-таки правого поля. Все мы, как законопослушные граждане, должны действовать в рамках действующего законодательства. Вот, и если мы свою гражданскую позицию начнем выражать вот такими экстремистскими методами, я так понимаю, их попытались сравнить с террористами, вот, но, может быть, я здесь не буду так однозначен, вот, хотя все-таки гринпис мог бы поступить как природоохранная организация немножко другими методами, вот, не нападая, а помогая. В частности, для этого мы, собственно говоря, и существуем. Мы, национальный парк и федеральный заказник занимают очень большие арктические площади, и эти арктические площади нуждаются в их восстановлении и работе в части природоохранной. Вот, почему гринпису с нами не отработать? Не туда направить свои усилия, да? Конечно же, конечно же, мы готовы с ними совместно работать в части природоохранной, вот, поэтому я считаю, что здесь... Погорячились ребята? Скорее всего, что да. Но, тем не менее, вот, разработка, добыча нефти, она же ведется и активно, и дальше будет это все, да, и будут расширяться границы этого. Вот, вот, здесь не возникает никаких опасений у вас как? Нет, здесь, безусловно, должен, как вы сказали, должен соблюдаться баланс. Вот, поэтому опасения, они есть всегда, и они должны быть всегда, потому что, если не будет никто бояться, то, соответственно, не будут соблюдать какие-то меры безопасности. Вот, где бы вы не добывали нефть, в Арктике, в Персидском, где угодно, везде нужно переживать за то, чтобы эта добыча бы шла экологически безопасными способами. Ну, вот такие, как гринпис, в общем-то, заставляют, наверное, все-таки в тонусе держать промышленников, бизнес. Ну, в тонусе держать промышленников, в тонусе держать непонятно, чего они, в принципе, добиваются, потому что все мы прекрасно понимаем, что это не ведет к соблюдению баланса. Если мы полностью ликвидируем одно и отдадим все преимущества другому, то это не есть баланс, это не есть некие равноценные понятия. На Международном арктическом форуме, который буквально завершился в САФУ, высказывалась мысль, что Арктика далеко не так изучена, как декларируют, да, и как мы вот говорим, что все, мы сейчас будем заниматься, там, и для всех рабочие места найдутся, и все мы уже там знаем. Может, сначала изучить, а потом вот входить с уверенностью хозяина? Здесь, конечно же, нельзя поспорить с тем, что арктические территории, они являются наименее изученными из всех территорий. Поэтому, конечно же, здесь надо сказать о том, что надо уделять изучению данных территорий очень большое и пристальное внимание. При всем при этом те участки, которые уже изучены, и те процессы, которые уже изучены, в принципе, их, наверное, можно внедрять. Я больше чем уверен, что когда у нас, так скажем, наши нефтедобывающие, газодобывающие компании входили в данный сектор, они уже провели достаточно большую работу относительно своих производственных процессов. Поэтому здесь, я думаю, что нужно, опять же, соблюдать некое равенство, некий баланс в части изучения и в части доступности использования данных. Да, но и замалчивать тоже нельзя какие-то процессы, наверное, правильно? Нет, конечно же, эти процессы, они должны быть обнародованы, доступны. Для этого, в том числе, у нас существует экологическое просвещение. То есть мы должны рассказывать людям, а что такое Арктика, почему ее нужно охранять, за что ее нужно охранять, что там нужно изучать, что мы там узнаем нового в этой Арктике. С финансированием, кстати, проблем не возникает? У вас все по плану? На сегодняшний момент мы действуем в рамках разработанного нами среднесрочного плана. Поэтому пока что мы надеемся. До 2020 года он, кстати, да? Нет, у нас среднесрочный план был разработан в прошлом году на 5 лет. А что необходимо завершить коллективу, вот все-таки уже октябрь месяц, до конца этого года? Коллективу парка. Ну, сейчас мы практически всех вывезли с территории. Там остались небольшие группы, которые занимаются уже консервацией объектов. Арктика погружается в сон, да? Там уже начинается полярная ночь. Я буквально в понедельник прибыл, там уже в разгаре зима. Постоянные минусовые температуры. Где-то было порядка минус 9-8 градусов. Но еще очень терпимо, да? Отличная погода. Мне сейчас погода очень понравилась, как раз это там было. Вот, значит, и на сегодняшний момент мы собираем, делаем, выполняем работу по сбору отчетов, по анализу проделанной работы и уже по планированию работы следующего, текущего года. Потому что уже сейчас мы должны планировать, как мы будем и что мы будем делать в следующем году конкретно. А что, Роман Викторович, вы привозите с Арктики? С Арктики... Что можно привезти? Ну, я бы рекомендовал туристам все-таки привезти оттуда лед. Лед это то, что можно привезти, потому что остальные достопримечательности, их все-таки нужно оставлять на особое охранение природной территории. Вот, а лед это то, что можно привезти, конечно же, конечно же... Способ тогда расскажите, как привезти лед. В холодильник. Способ с собой холодильник. Лед, он достаточно уже заморожен, собственно говоря, и привезти его в холодильник. То есть там другой лед, да, вы уверяете? Айсберговый лед — это другой лед, потому что он многотысячный лед, и он имеет свои особые свойства. Спасибо вам большое, что пришли в студию. Спасибо. Я думаю, что мы еще с вами встретимся, да? Спасибо. Спасибо. В студии был Роман Ершов, директор национального парка «Русская Арктика». А мы встретимся завтра в этой же самой студии. Такие дела. До свидания.